аллилуйя слава богу да друзья приветствую всех братьев сестер так сейчас у нас здесь аллилуйя надеюсь мои уже подключились уже моя семья вот слава богу за интернет слава богу что хотя мы вот так вот порой и в разных странах но по милости господне вот так вот имеем возможность вместе встречать субботний день шаббат встречать сегодня я вот зажег свечи сейчас субботние свечи шаббат не такие светильники так сейчас я это на фейсбуке трансляции а у меня еще есть трансляции на вот основная трансляция на ю тубе сейчас посмотрю если трансляции идет ли да написано сейчас прямом эфире написано вот приветствую слава богу все разобрались трансляция началась и здесь шаббат шалом вопрос почему икона вы же против них нет никогда не против не был икон против иконопочитания да другое дело слава иисусу христу что такое светинские свечи это свеча который зажигается на свете не господне и считается обладать такими магическими такими свойствами определенными но это из уже даже серии даже скорее не церковного православия такого народного такого культного православия но это уже эта тема не шаббат не как бы не очень кошерная тема для этого есть другие дни давайте сейчас пятница вечер уже вот солнце села зажжены свечи вот и я благоставляю бога всемогущего приветствую всех вас дорогие друзья братья и сестры сегодня начало субботнего дня как написано в библии и был вечер и было утро день ну вот в данном случае седьмой уже вечер начала седьмого дня дня покоя вот шестой день мы назовем его называем его пятницей вот в гражданском календаре да этот день он я вот сказал сегодня утром на молитве это как некоторые такой день рождения наш общечеловеческий потому что человек был создан в шестой день и в общем то да это получается наши про 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 много раз про прародители адам и его они были сотворены как раз вот шестой день а седьмой день когда уже все было готово все было создано эти события которые описано библия уже давно будем договорить прошли уже сколько столетий уже уже пять тысяч семьсот семьдесят девять лет с половиной прошло после тех событий но мы до сих пор перечитывая библию божье слово тору открывая для себя эту историю каждый раз по новой переживаем ее и я стараюсь вот в каждом таком случае просто благодарить бога всемогущего за все за все за жизнь за все перечитывая историю адама и евы благодарю бога всемогущего за жизнь за то что он создал нас и одна из главных причин почему мы празднуем шаббат почему мы празднуем субботу вот хотя в традиции православной это во многом также забытый день но конечно не так как у наших братьев католиков у них с этим гораздо все более сложнее вот но да и многие протестанты выйдя с канрицизма из православия также в силу традиции такой многовекового такого отступничества и антисемитизма тоже не особенно понимают почему шаббат почему седьмой день поэтому я разъясню немного как жидовствующий православный архиерей как православный реформатор обновленец часто меня так тоже кличут обзывают мол там ересь жидовствующих была такая есть было такое движение ересь не ересь трудно сейчас сказать вот но было такое движение явление вот впоследствии там огнем мечом уничтоженное в общем то но скажу так что интересуюсь корнями веры нашей христианской давно и когда я был традиционным православным священником до 96 года это было в моей жизни христианской с 87 года де-факто с 88 до юре я стал церковно-священнослужителем в русской православной церкви московского патриархата прослужил дьяконом потом священником и иереем и вот в 96 году вышел из традиционного православия по идейным соображениям стал реформатором а как вы относитесь к воскресному дню положительно как я как и к любому дню потому что господь иисус христос с нами во все дни до скончания века абсолютно и воскресный день это первый день божьего творения вот каждый день он на себе несет такое воспоминание определенное в себе содержит воспоминания этапов божественного сотворения всего мира вот и часто бывает что допустим воскресенье читаю о сотворении первого дня что господь творил да как он творил размышляю над этим допустим потом в понедельник рассуждаю над вторым днем творения божьего и дальше и дальше и шестой день пятницу творение божьего сотворения человека человеческого рода наших пращуров адама и евы а седьмой день суббота шаббат две причины я назову главных первая причина это то что бог творец всего мира то есть человек почитающий четвертую божью заповедь их десять давно было всевышним богом но они всегда были изначально нашими общечеловеческими заповедями де-факто но де юре они стали таковыми 3330 ну почти один год тому назад 3330 лет назад эти заповеди стали де юре для человеческого рода не только для евреев потому что исход я напоминаю пасха это не только еврейский национальный праздник это праздник всех верующих вышедших из царства тьмы слава богу и в две главных причины вот две свечи горящие они очень об этом как бы провоцируют даже вспоминать поем обычному вначале мы там ле ха доди ле ха доди мы вспоминаем что наш возлюбленный он действительно сам господь бог всемогущий и суббота этот день такого наслаждения покоя с нашим возлюбленным но он говорил шесть дней надо работать а седьмой день этот субботний день отделять для него для общения с ним особенно вообще не конечно каждый день мы с ним общаемся господь с нами во все дни до скончания века безусловно и каждый день мы славим его и собрание при по возможности собираем собрания церковные такие домашние и прочее такие собрания но отделяем седьмой день по заповеди это великая честь для нас эту заповедь исполнять для евреев не евреев для всех людей потому что мы тем самым провозглашаем что этот мир был создан богом святым этот этот мир имеет разумный замысел этот мир был создан великим царем и этот мир имеет цель определенную этот мир имеет замысел разумный этот мир имеет великого попечителя обеспечителя бога всесильного бога всемогущего аллилуйя а вторая причина то есть первая причина что бог создал этот мир то есть каждый человек почитающий субботу как господний день именно можно любой день в принципе отделять для господа да безусловно но именно суббота является его божьим днем покоя и декларации как бы печатью его творения доказательством того что бог есть творец не просто он где-то там а мы сами по себе и этот мир как бы в результате какой-то эволюции сам собой произошел как бы нет этот мир был именно создан богом творцом вот это чудо вот а вторая причина это исход это наш выход из рабства то что то есть первая причина то что произошло мы вспоминаем то что произошло пять тысяч семьсот семьдесят девять лет с половиной тому назад а вторая причина это то что произошло три тысячи триста тридцать почти один год тому назад икона не несет вреда эдуард беспокоиться абсолютно какой вред может быть человеку не знаю верующему тем паче вообще вот значит по поводу иконопочитания тема не совсем кошерная не совсем такая как бы ну может я сам спровоцировал потому что изображение сзади себя поместил православное такое церковное вот но кому интересно вот именно подробнее я объясняю вот суть идолопоклонства и проблему идолопоклонства иконопочитания и прочих там проблем идолопоклонических послушайте мои лекции семинары по истории христианства и также здесь же на ю тубе есть на этом канале так и наберите сергей журавлев икона почитания вот и там как раз вот будет там много информации сможете посмотреть вот потому что сама живопись иконы изображение вот и на мне вы видите тоже панагия архиерейский медальон такой да значит епископский и крест вот я являюсь православным архи епископом то есть старшим пастухом старшим кобоем старшим пастырем можно выразиться или да значит да получать старшим пастыром вот епископ потому что это иисус царь аминь 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 вот и долго не что иисус царь аиду в мире ничто просто-напросто слава богу хотя лучше все таки наверное на будущее наверное даже хорубь это сниму наверное а чтобы не соблазнять наверное братьев сестер вот таким изображением хотя кто кому надо соблазниться тот соблазнится даже если вот я знаю проповедники допустим протестантские многие они вообще никаких изображений не используют и не ряс у них нету просто в костюмчиках при галстуках насчет там просто цивильным во всем но в общем то это не но кого-то и это соблазняет допустим меня раньше это соблазняло допустим когда я в девяносто шестом году осмотрел некоторых протестантов меня это соблазняло честно говоря что он еще что священнослужители у них там проповедники у них там да служители но без рясы этому он и не перекрестился на счета мы считаем креста на нем нету на счет он даже безбородые даже в конце концов на счет даже бреющиеся ну как бы ну для меня это было вообще кошмаром то есть кого ну я думал ну как же так можно вообще но что это называется христианством упаси господь думает такого христианства но это тогда я так размышлял будучи традиционным православным священником тогда иереем вот но слава богу что все это как это делают православные Эдуард пишет как это делают православные меня тоже смущало да и меня тоже смущало насчет подобное хотя сейчас уже я не смущаюсь я бываю в некоторых церквях допустим протестанты допустим приглашают меня и некоторые допустим просят а вы не могли бы ну без рясы у нас проповедовать я буду нет проблем пожалуйста вот я могу и без рясы насчет и снимаю рясу просто проповедую по гражданке что называется вот потому что ну правильно конечно в какой-то степени потому что в чужой монастырь со своим уставом не приходит как говорится да но с другой стороны для меня вот честь служить и в костюме будем так православного архиерея священнослужителя насчет протестантских церквях католические церквях потому что для меня это вот такой экуменический вызов определенный а во христе иисусе нашего единства декларация слава богу так что друзья дамы и господа вот шаббат оставим все вопросы на неделю уже на следующую неделю вот у нас будет время для вопросов ответов там прочее сейчас надо постараться именно это не так просто как кажется многим кажется ну что такое самая легкая заповедь 4 многим многие так рассуждают вот а на самом деле каждая заповедь она она как бы поначалу кажется простой но когда начинаешь углубляться в нее понимаю что это очень непросто и многие мудрецы древности утверждали старцы утверждали что они всю жизнь учатся входить в шаббат всю жизнь учатся этому это на самом деле таинство потому что это тайна во временном мире во временном этом измерении мы погружаемся в вечность мы погружаемся в вечное удивительно конечно безусловно каждое общение с нашим создателем с нашим богом является нашим погружением в него будучи новозаветным верующим я погружаюсь в него постоянно но есть время которое я выбираю как и миллиона других христиан и иудеев для того чтобы погрузиться в океан божьей святой любви аминь благословен господь бог наш царь всей вселенной давший нам шаббат субботу день свой святой для всего и повелевший нам зажигать свечи шаббата огни эти благословен господь благодарю тебя святой и у меня есть вот две халла приготовлены благословен господь бог наш царь вселенной давший нам хлеб из земли аминь благослови господь боже спасибо тебе господь за все спасибо тебе за твое божественное обеспечение нашей жизни за хлеб наш насущный благодарю тебя господь аминь 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 благословен господь бог наш царь вселенной давший нам плод виноградной лозы аминь шаббат шалом друзья шаббат шалом субботний мир благословляю всех вас возлюбленные давайте прославим господа прославим нашего спасителя слава богу шаббат шалом моя семья шаббат шалом супруга моя инна сергеевна шаббат шалом детки мои шаббат шалом внуки мои шаббат шалом всем святым всем кто подключился сейчас и на вот на ютубе здесь на канале в трансляции а также еще на у меня там идет трансляция на фейсбуке сейчас надеюсь она не прервалась там сейчас посмотрим так воистину шалом отец олеся пишут аллилуйя слава богу воистину шалом вот так так что друзья саббат шалом субботником шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом субботнее мир господнее мир шаббат решаем и Шаббат шаббат, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, шаббат, шаббат шалом, 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 шаббат ш Продолжение следует... что наш отец живой от Авину, хай от Авину, от Авину от Авину, хай ава, Авину, хай оm Израил хай, ом Израил хай, ом Израил ом Израил, ом Израил хай ой Egg и только Шалом алейхем, я всем вам желаю мира, всем вам желаю мира, эй, вейну, шалом, шалом, шалом алейхем. Салом, шалом, 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 шалом Shalom, shalom Jerusalem Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Jerusalem Shabbat Shalom Субботний мир, Господний мир Шаббат, 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 шалом Аллилуйя Благословен Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной Благодарю Тебя, Господь, за это удивительное начало Твоего дня Боже, вхождение, находясь в этом временном, вечное Находясь во временном этом измерении Прикасаясь к вечности и погружаясь в Твою блаженную вечность Слава Тебе, Господь С головой, прямо сейчас, в океан Божественной Твоей любви Аллилуйя, Аллилуйя Океан Божьей любви Нет начала в нем и нет конца Океан Божьей любви Безусловной любви Отца Слава Тебе, Господь Аллилуйя, Слава Аллилуйя, Слава Аллилуйя, Аллилуйя Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной Благословен Спаситель наш Благодарю Тебя, Боже Всемогущий За Твою любовь Благодарю Тебя, Боже За эту честь, Боже, сегодня молиться С моими братьями и сестрами С моей семьей Боже, благослови сегодня народ Своим миром, шаломом Благослови, Господь Войти вот в эти минуты, в эти часы Погрузиться в Твой Святой Шаббат Оставив все Выбрать это время сейчас для Тебя Отделить это время Боже Всемогущий Благодарю Тебя Благослови народ Свой Благослови И Ты есть Отец наш Любящий, благоставляющий Любящий благоставлять Любящий своих детей Благословен Ты Аллилуйя Спасибо Тебе, Господь Да благословит Тебя, Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит, Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Во имя Божьей Святой Любви Во имя Крови Святой Сына Божьего Единородного Спасибо Тебе, Господь Драгоценный Благодарю Тебя Благодарю Тебя За милость За спасение За жизнь вечную Дар Твой Во Христе Иисусе Господе Нашем Благодарю Тебя Что благодатью мы спасены И сие не от нас Это Твой Божественный дар Свыше пришедший Спасибо, Господь Благослови Всех нас Сейчас И каждого В отдельности Благодать Господа нашего И Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святаго Духа Со всеми Нами Аминь Аллилуйя 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Господи, за шаббат, за субботний день. Спасибо.